Пенсионерка Ирина Николаевна Гороховская живет на улице Кузнецкая. Ее дом, как и многие другие на этой улице, оказался в зоне подтопления. Но домой вода, к счастью, не зашла. До пола осталось каких-то пару сантиметров. У нас в 98-м году не было воды в доме, и сейчас в доме нет воды. А только без гопса. А так воды нет. Местами с улицы Кузнецкая вода ушла. В других же местах можно передвигаться в высоких сапогах или броднях. Там, где уровень выше, местным жителям помогают полицейские и сотрудники МЧС. По представительству, вчера уровень воды здесь был примерно по колено. Сегодня люди здесь уже ходят спокойно и чувствуют под своими ногами твердую почву. А вот на соседнем переулке застройщиков такого оптимизма у жителей не наблюдается. Вода здесь все еще стоит. Хоть ее уровень и снизился, но лишь на считанные сантиметры. Но и этому люди уже радуются. Ведь убывающая вода дает надежду на скорейшее завершение наводнения. Вода убывает прямо на глазах. По словам спасателей, еще полчаса назад вода была у третьего дома на уровне окон. Сейчас же она упала примерно на полметра. Несмотря на то, что вода понемногу отступает от домов, спасатели все еще находятся в боевой готовности. На лодках и катерях на воздушной подушке специалисты развозят все необходимое по домам, находящимся во власти стихии. Порой спасателям приходится нелегко. Они пробираются к домовладениям через строительный мусор или дрова. Но оставить население без воды и продуктов питания нельзя. Кроме сотрудников экстренных служб, местному населению помогают и волонтеры. Люди объединяются в инициативные группы и организовывают сбор продуктов питания, петилой воды и медикаментов. После чего развозят их по конкретным адресам. Делается все, чтобы создать максимально человеческие условия пребывания горожан в подтопленных домах. Очень приветствуют, благодарят. Конечно, три дня в воде посиди. У меня вот мой дом затоплен уже с двойцами. Поэтому стараемся помочь. Чтобы добраться до отдаленных деревней, таких как Рогозинино или Сулинска, спасатели используют плавающий транспортер. С помощью его местным жителям доставляют сухие пайки, питьевую воду, в крайних случаях эвакуируют желающих или экстренных больных. По признанию самих спасателей, местами вода отступает на глазах, в других же ее уровень остается прежним. Когда вода уйдет полностью, пока сказать сложно. Ясно только, что ледоход 2016 года нанес у Стюжану колоссальный ущерб. Андрей Жирин, Юрий Воронин, Антон Карев. Новости провинции.